всем привет меня зовут калинина татьяна и вы на канале школа астрологии ашвини сегодня мы с вами разбираемся как увидеть в гороскопе то что у женщины может быть выкидыш у меня есть сейчас конкретный гороскоп девушки которая к сожалению пережила такой эпизод своей жизни и я вам покажу на этом конкретном гороскопе как это видно прежде чем мы начнем расскажу о том какие гороскопы мы будем анализировать конечно мы будем анализировать основной гороскоп это гороскоп рождения а также будем смотреть на гороскоп d9 и гороскоп d7 гороскопы d9 и d7 это дополнительные поясняющие гороскопы которые дают нам понимание более глубинное по каждой сфере жизни так как дети. Это тематика, связанная с браком. Мы смотрим на вамшу. Гороскоп D9. Это у нас гороскоп брака. А также это поясняющий гороскоп к основному. И гороскоп D7 мы смотрим потому, что это конкретно деление знака на семь частей, которое показывает судьбу детей или то наследие, которое может оставить человек. Давайте посмотрим на этот гороскоп. Здесь хозяин пятого дома, солнышко, стоит в девятом доме. В целом это благоприятная комбинация. Девятый дом один из самых благоприятных домов. И солнышко находится в знаке стрельца. Это тоже позитивный фактор. Но рядом с солнцем стоит Меркурий. Меркурий здесь, во-первых, находится в изгнании в стрельце. И во-вторых, Меркурий здесь хозяин шестого дома. Дома врагов, долгов и болезней. Часто те люди, которые испытывают проблемы с деторождением, как раз таки у них есть такая комбинация того, что хозяин пятого дома, дома детей, связан с шестым. В разных комбинациях это может быть хозяин шестого в пятом, пятого в шестом и так далее. Но здесь, видите, два управителя этих домов, они соединились в третьем доме. Но все равно суть от этого сильно не поменялась. Также мы видим, что в этом гороскопе солнца хозяин пятого дома аспектировано Сатурном. Сатурн у нас, несмотря на то, что он экзальтированный, он остается вредителем и добавляет поражений для детей. Здесь есть аспект Луны на хозяина пятого дома. В целом это хорошо. Луна у нас хозяйка четвертого. Она формирует раджа-йогу. Раджа-йога, напомню, это взаимодействие планет, которые управляют Триконой и управляют Кендрой. Луна у нас хозяйка Кендры четвертого дома и солнышко хозяин пятого. И вот они друг на друга смотрят, аспектируют седьмым аспектом. То есть в целом мы видим, что Солнце поражено несколько раз. С соседством с Меркурием, хозяином шестого, аспектом от Сатурна. Это второе поражение. Но есть также и поддерживающие факторы. Кстати, здесь я увидела аспект Марса. Марс у нас хозяин восьмого дома. Он такой, ну, достаточно зловещий. Хозяин восьмого в шестом. И Марс четвертым аспектом от себя смотрит на это Солнце, которое является хозяином дома детей. Поэтому, конечно, мы здесь видим и подарок от Сатурна, неблагоприятный аспект, и от Марса. Конечно, это разрушает. Но, тем не менее, я считаю, что в этом гороскопе дети будут. Есть аспект от Луны, это благоприятная планета. Ну и есть другие позитивные факторы, которых я расскажу позже. Также нам важно разобрать Путра Карака. Путра Карака — это планета, которая отвечает за детей в гороскопе. И она является пятой по величине градусов в гороскопе. Мы оцениваем планеты по величине их градусов в любом знаке. Совершенно неважно, в каком доме знаки они стоят. Самое главное, чтобы Путра Карака была пятой по величине градуса среди всех планет в гороскопе. Ну вот в данном гороскопе такой планеты является Меркурий. Меркурий, как мы уже сказали, у нас в изгнании находится напротив места своего владения, знака Близнецов. И к тому же, Меркурий, так же как и Солнышко, принимает все те аспекты, о которых я говорила раньше. То есть аспект от Марса есть, аспект от Сатурна есть. Это немножко, конечно, ослабляет деторождение. Потом расскажу вам, как это все сработало в динамике, естественно, потому что наша школа специализируется именно на том, чтобы делать прогнозы, а не просто разбирать гороскоп в статике. Смотрим на гороскоп Д9. Д9 — это гороскоп брака, поэтому здесь пятый дом тоже важный дом, важный для анализа деторождения. И мы видим, что в пятом доме есть Юпитер и есть Сатурн. Здесь присутствие Юпитера в целом благоприятный фактор, хотя есть теория того, что неподвижная карака, находящаяся в своем собственном доме, уменьшает удачу дома. И в данном случае Юпитер, являясь неподвижной, то есть одинаковой для всех каракой детей, уменьшает количество детей, которые могут быть рождены. Об этом же говорит и Сатурн. Сатурн у нас всегда сокращает, всегда немножко дисциплинирует. И здесь Сатурн тоже такую как бы нотку сдержанности вносит. Еще есть аспект от Раху из Девятого дома. Раху, правда, здесь хорошо расположен. Его хозяйка экзальтирована вместе с сильной Венерой. И Раху здесь, конечно, благоприятно настроен. Но тем не менее, это демоническая планета. Если говорить о такой капризной, скажем так, о такой нежной сфере, как дети, деторождение и беременность, Раху больше вредит. Хотя в целом Раху здесь дает большое богатство. Девушка рождена в семье с очень хорошим высоким доходом. У нее есть возможность проживать в элитных апартаментах и так далее. Здесь Раху, конечно, как планета всего материального, он расположен достаточно удачно. Давайте заглянем в гороскоп Д7. В гороскопе Д7 нам тоже важно проанализировать пятый дом, но мы еще будем обращать внимание и на первый дом и его управителя. Первый дом у нас под руководством Венеры. Это планета, которая располагается в экзальтации, что плюс, но в шестом доме, что минус. Поэтому вот накапливаются уже, накапливаются, накапливаются такие ограничивающие факторы в гороскопе. Уже их около пяти или шести. Ну вот хозяйка первого в шестом в гороскопе Д7, гороскопе Д7, конечно же, говорит о наличии неудачных беременностей и о том, что благоприятный исход деторождения может быть отложен на два года. То есть два года женщина либо не будет беременеть, либо может за эти два года неудачно забеременеть один-два раза. Здесь Сатурн, хозяин четвертого и пятого находится в пятом доме в своем знаке. Это благоприятный фактор, но опять же сокращающий. Насколько бы не был классным Сатурн в гороскопе, он обычно дает сокращение дому. Здесь же мы видим, что формируется раджа-йога, хозяина четвертого в пятом. Это благоприятный фактор, который потом нам поможет. Ну и здесь мы видим Путра Карака, Меркурий располагается в восьмом доме, доме смерти. Поэтому, конечно же, в этом гороскопе могут быть неудачные беременности. Вот еще аспект от Марса из одиннадцатого дома на пятый дом, конечно же, говорит о том, что деторождение может быть связано с медицинским вмешательством, то есть с кесарево, либо с использованием эко. Давайте посмотрим, в какой период у данной девушки произошла неудачная беременность. Это был Меркурий, Венера. Давайте разбираться, почему так. Меркурий у нас, как я уже сказала, Путра Карака. И когда приходит период Вимшота Ридаша Путра Караки, конечно же, это время для того, чтобы завести ребенка. В данном гороскопе это время началось с 2014 по 2031 год. Но, конечно же, это очень много. Такие предсказания и прогнозы — это не очень большая ценность, что как бы в течение 15 лет у вас должны появиться дети. Ну, как бы это очевидный факт, что, скорее всего, 90% людей за 15 лет появятся дети какие-то, если они в детородном возрасте. Давайте анализировать, как это увидеть. Мы начнем с конца. Вот у нас сначала был гороскоп Д1, основная карта рождения, потом Д9, потом Д7. Сейчас мы будем двигаться от Д7 обратно. Здесь Меркурий находится в восьмом доме, Венера в шестом. То есть Меркурий в доме смерти, Венера в доме болезней, Венера хозяйка первого дома, то есть она хозяйка всего гороскопа детей. И поэтому, конечно же, идея беременеть в этот период была не очень удачной. Следующий фактор. В гороскопе Д9 Венера располагается в седьмом доме, она в своем собственном знаке тельца. И это говорит об изменениях в браке. Брак уже заключен давно в этой паре, конечно же. И я вот уже много-много раз говорила своим ученикам и буду повторять, что даже при самом благоприятном раскладе все-таки лучше, когда седьмой дом пуст. Даже экзальтированные планеты дают разного рода события в брак, или хорошие, или нехорошие, но так или иначе они раскачивают эту лодку. И здесь Венера сильная хозяйка знака весов. Знак весов у нас выпадает на 12 дом, дом разлук. И получается, что Венера располагается в седьмом доме, влияет на благополучие брака. И несмотря на то, что она в своем знаке, то есть мы ожидаем хороших перемен, она оказывается хозяйкой 12 дома, дома разлук. И как поделилась со мной данная женщина, во время этой неудачной беременности и после нее, конечно же, она была лишена возможности близости с мужем, потому что были какие-то медицинские для этого причины. И здесь эта Венера дает такого рода разлуки, как в брак. Даже несмотря на то, что она в своем знаке, даже несмотря на то, что она в соседстве с экзальтированной Луной. Ну, кстати, когда придет период Луны, будет все замечательно. Луна у нас хозяйка 9 дома, она тут не навредит, конечно. И тут формируется сильнейшая раджа-йога. Женщина действительно очень удачно замужем. Если в основной гороскоп посмотреть, у нее тоже две очень сильных планеты в седьмом доме. Это и Сатурн экзальтированная, и Венера в своем знаке. Положен девушке очень сильный и хороший муж. По такому гороскопу можно с уверенностью сказать, что девушке положено иметь очень удачный брак любящего мужа. И, скажем так, он должен отличаться какими-то выдающимися качествами. Либо быть успешным очень, либо очень душевным, любящим и так далее. Это, конечно, замечательные положения. Редкие, очень редкие в наше время. Дальше. Продолжаем. Меркурий-Венера в гороскопе до 9. Оба расположены очень противоречиво. Посмотрите. Меркурий в 12-м доме, доме разлук. Он хозяин 8-го дома. В период хозяина 8-го дома в браке происходят негативные перемены. Меркурий-Путра-Карака. И тут очень-очень живописно, скажем так, очень ярко показано то, что может быть потеря детей. Путра-Карака. Меркурий в 12-м доме. Он также плохо расположен в гороскопе D7, гороскопе детей. И он в основном гороскопе в изгнании под аспектом и Марса, и Сатурна. Еще и вместе с Солнцем. Для Меркурия соседство с Солнцем, конечно, это не самый поражающий фактор. Но когда гороскоп намекает раз за разом, раз за разом, что с Меркурием тут что-то не то, то, конечно, и соседство с Солнцем уже тоже можно причислить к тем факторам, которые поражают планету. Дальше. В основном гороскопе Венера у нас является хозяйкой второго дома. Второй дом — это дом кризисов для брака. Она расположена в 7-м. И под период Меркурия и Венеры, конечно, могли быть изменения взаимоотношений в семье. Ну, давайте посмотрим, какой можно сделать прогноз по данному гороскопу. Неужели всегда вот так оно и будет неудачно? Нет. Следующий период будет периодом Солнца. Солнце является хозяином пятого дома, и оно более стрессоустойчиво, чем Меркурий, потому что Солнце по своей природе вредитель. Ну, в натальной астрологии, если в мунданной астрологии, то он больше благодетель. Но Солнце здесь в окружении злодеев. Другой злодей чувствует себя лучше, чем какой-то скромный, добропорядочный человек в окружении злодеев. Поэтому Солнце здесь крепче Меркурия, это точно. Солнце хозяин пятого дома, то есть дома детей. В седьмом доме гороскопа Д9 Солнце соседствует с сильной Луной, с сильной Венерой. Солнце здесь является хозяином десятого дома, а хозяин десятого дома в гороскопе Д9 говорит о плодах этого брака, то есть о достижениях. Мы можем предположить, что период Меркурия и Солнца должен стать плодотворным. Но давайте заглянем еще в гороскоп Д7, тут тоже у нас должно быть все окей, для того, чтобы подтвердился прогноз. Что мы видим? Солнце располагается в четвертом доме. Оно не испытывает влияния ни одной планеты с дурным характером. Солнце вполне здесь может дать ребенка, хотя оно напрямую и не связано с деторождением в гороскопе Д7, но Солнце стоит в знаке управителя пятого дома, то есть оно тоже на одной волне с этим Сатурном, который хозяин пятого. Поэтому в целом положение Солнца в гороскопе Д7, конечно, не самое яркое, для того, чтобы сказать точно, в этот период будут дети, но оно не противоречит всем другим указаниям, которые дают гороскоп основной и гороскоп Д9. Поэтому можно сказать, что если смотреть в динамике этот гороскоп, то Меркурий и Солнце должен быть ребенок, должна быть удачная беременность. В целом этому ничего не противоречит. Но, конечно, с таким гороскопом Д7 мы ожидаем кесарево сечения, мы ожидаем активного участия врачей, и я думаю, что в благоприятный период с условием хорошего мониторинга врачами все должно сложиться благоприятно. На этом мы сегодня с вами закончим. У нас не будет много теории. Я оставлю внизу ссылочку на видео с теорией. Оно у нас уже на канале было, поэтому посмотрите его. Также я оставлю ссылочку на свою книгу, которая называется «Астрология беременности». Эта книга написана по исследованию гороскопов более 100 женщин, которые точно знали, когда они забеременели. И в этой книге содержатся формулы того, как предсказать те пару-тройку недель, когда женщина должна забеременеть. В этой книжке есть примеры неудачных беременностей, примеры замерших беременностей и примеры женщин с очень большим количеством детей. Пять, шесть детей и так далее. Поэтому оставайтесь с нами, оставайтесь на нашем канале, приходите учиться в нашу школу. У нас есть курс для мам, который называется «Детская астрология». Ну и также у нас есть много предсказательных курсов, которые тоже вам помогут предсказывать беременность и не только. С вами была Татьяна Калинина. Встретимся в следующих видео. Продолжение следует...